Здравствуйте! Сегодня среда, 19 августа. В эфире новости от Макси Маркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. К этому часу в экономической статистике среды Новая Зеландия опубликовала индексы закупочных и отпускных цен за второй квартал текущего года. Япония обнародовала общие сальдо внешней торговли, включая динамику объемов экспорта и импорта товаров. Июньский индекс активности во всех отраслях экономики, индексы опережающих, совпадающих и запаздывающих экономических индикаторов, а также июльские изменения объема заказов на оборудование. Австралия представила индексы ведущих экономических индикаторов и опережающих индикаторов экономической активности за июль. Далее в ходе торгов Европейский центральный банк опубликует сальдо расчетного счета по платежному балансу за июнь, а еврозона представит изменения объемов строительства. В центре внимания американской статистики окажется публикация протокола последнего заседания ФРС по ставкам. Кроме этого, будут опубликованы индексы потечного кредитования за июнь, июльские индексы потребительских цен, изменения реального среднего недельного заработка, а также данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Евро-доллар снова продают. На вчерашних торгах курс пары снизился до минимального уровня за 6 лет – 1,1016. Драйвером снижения стали сильные американские данные по строительству жилья за июль. Опубликованные показатели продемонстрировали увеличение количества нового жилья до 1,206,000 в пересчете на годовые темпы. Это максимальный уровень почти за 8 лет с октября 2007 года. Кроме того, данные по новому строительству за июнь также были пересмотрены в сторону увеличения. Подобная динамика спроса на жилую недвижимость стала следствием общего укрепления американской экономики, снижения безработицы, низких ставок по ипотечным кредитам, смягчения общих условий кредитования и роста заработных плат, что в свою очередь повысило вероятность начала процесса пересмотра процентных ставок на доллар. Что же касается конкурентного евро, то несмотря на дешевую нефть, облегченные монетарные условия и низкую стоимость единой валюты, экономика в еврозоне отказывается расти, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе отчеты по ВВП Германии, Франции и Италии. В этих условиях доллар остается для участников торговли приоритетной валютой. Вместе с тем неопределенность по-прежнему высока. Нестабильность на азиатских рынках, слабость европейского региона, низкая инфляция, сопровождающаяся падением цен на сырье и энергоресурсы, высокий курс доллара, снижающий конкурентоспособность американской продукции, могут привести к тому, что ФРС решит отложить повышение ставки до декабря. В этих условиях доллар окажется под давлением, а евро получит возможность возобновить рост. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, возможно, прояснит позицию Комитета по началу процесса повышения ставок. В преддверии этого события инвесторы фиксируют прибыли, а евро-доллар остается в границах пятинедельного бокового диапазона. В нашем прогнозе на среду предполагаем разворот и возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1,1050, 1,1070, 1,1100, 1,1100, 1,1100, 1,1100, 1,1100 и, возможно, к уровню 1,110050. Рынок весьма позитивно отреагировал на публикацию, у инвесторов наконец-то появилась надежда на усиление ценового давления. И как следствие на то, что следующим шагом Банка Англии станет повышение ставки. После выхода показателя курс британской валюты стремительно преодолел ключевые уровни сопротивления 1,5600 и 1,5700. И, пройдя на подъеме более 150 пунктов, зафиксировал дневной максимум на отметке 1,5715. Дальнейшая динамика пары будет связана с сегодняшней публикацией протокола последнего заседания ФРС, в преддверии которой фунт начал корректироваться от достигнутого максимума и завершил торговую сессию на ценовом уровне 1,5661. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку пары протестировать уровень вчерашнего максимума 1,5715. Если быкам удастся преодолеть здесь сопротивление продавцов и закрепиться над ним, последует дальнейший подъем курса британской валюты к целевым уровням 1,5730, 1,5757, 1,5775 и выше в направлении ключевого сопротивления 1,5800. Если же пробой 1,5715 не состоится, курс пары развернется на снижение в направлении уровней дневного и недельного разворотов 1,5646, 1,5590 и ниже. Первое. Форекс. Телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Несмотря на то, что большинство инвесторов по-прежнему ставит на падение цен, золото продолжает удерживаться возле отметки в 1120 долларов за унцию. Между тем, недавний рост цены, консолидация курса металла вблизи достигнутых максимумов указывает на то, что спекулятивные инвесторы продолжают закрывать короткие позиции по золоту. Этому способствует также и прекращение оттока металла из специализированных фондов по золоту. На прошлой неделе впервые с конца июня вообще не было зарегистрировано никакого оттока вкладов. На этом фоне быки не теряют надежду на возобновление подъема стоимости металла и на вчерашних торгах весьма уверенно отбили попытку медведей активизировать продажи. В ходе американской сессии котировки металла под давлением продавцов протестировали недельный минимум – 1109 долларов 51 цент, после чего последовал стремительный отскок и возвращение курса металла к уровню закрытия предыдущего дня. В итоге стоимость декабрьских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Комикс не изменилась, и на исходе торгов составляла уровень 1115 долларов 67 центов за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1118 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1122, 1226 и, возможно, к уровню 1132 доллара за унцию. Ближайшая поддержка для него расположилась на уровне недельного разворота – 1110 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1114 и 1100 долларов за унцию. В нашем прогнозе на среду предполагаем возобновление нисходящей коррекции золота к вышеназванным целевым уровням поддержек. Серебро на вчерашних торгах продемонстрировало аналогичную и даже более активную динамику и на исходе торгов существенно подешевело. От уровня вчерашнего открытия – 15,31 доллара – котировки металла потеряли на снижении 64 цента и к концу дня зафиксировали минимальный недельный уровень на отметке 14,72 доллара за унцию. Далее последовал незначительный откат и закрытие торговой сессии на ценовом уровне 14,87 доллара за унцию. По состоянию на этот час ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню дневного разворота – 15 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к ценовым уровням 15,20 доллара, 15,30 доллара и, возможно, 15,50 доллара за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на предыдущем локальном минимуме – 14,72 доллара. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее – к ценовым уровням 14,55 доллара и 14,35 доллара за унцию. В нашем прогнозе по серебру также ожидаем возобновление снижения стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе!